Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии председатель Якутского научного центра САРАН, член-корреспондент Российской Академии наук Михаил Лебедев. Михаил Петрович, здравствуйте! Рады вас приветствовать в нашей студии. В науке грядут большие перемены. Это создание единого федерального исследовательского центра на базе ЕНЦ. Расскажите немного об этой реформе, с чем она связана и что нового должно быть? Эти реформы связаны с реализацией федерального закона 253, который был подписан и утвержден в 2013 году. И происходит реформа государственных академий. Оно в основном касается, конечно, Российской Академии наук. Сегодня институты Российской Академии наук являются под федеральным агентством научных организаций. И поэтому происходят и организационные, и научные, и организационные мероприятия. Здесь один вопрос, большой вопрос, касается с организацией федеральных исследовательских центров. И во многих регионах они созданы, а также во многих городах Российской Федерации созданы федеральные исследовательские центры. Главный вопрос, от чего отталкивается организация федеральных исследовательских центров, это решение самих коллективов, решение ученых советов, институтов, научных коллективов. И вот у нас этот вопрос также очень долго обсуждается. И сегодня идет обсуждение. Но последнее решение такое в ноябре на заседании президиума Сибирского отделения Российской Академии наук. Рассмотрим данный вопрос и президиум Сибирского отделения согласен с решениями ученых советов о создании федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения РАН. Куда войдут институты Якутского научного центра, но я сразу скажу, что кроме института мерзлотоведения, институт мерзлотоведения, многие помнят, даже в советское время он не был в составе якутского филиала Академии наук Советского Союза. Это было отдельное юридическое лицо. И поэтому мы, учитывая уникальность, учитывая результаты института мерзлотоведения, сразу мы планировали его как национальный исследовательский институт. Но на сегодня решениями ученых советов Института геологии алмаза и благородных металлов и Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, они ученым советом решили, что будут в процессе реформы решать свои вопросы самостоятельно. Уже дата определена, когда единый центр должен заработать? Этот вопрос тоже точно даты не могу сказать, потому что сейчас еще необходимо утверждение и президиуми Российской Академии наук, и правительстве Российской Федерации. Так что документы рассматриваются, процесс идет. Главное, что процесс идет. Михаил Петрович, а что со второй научной экспедицией по изучению Якутии? Есть какие-то промежуточные, может быть, результаты по исследованию, что уже проведено? Конечно, программа второй комплексной экспедиции Российской Академии наук в нашей республике продолжается. Оно запланировано в течение 2016-2022 годов. В прошлом году был успешно проведен первый этап. В 2017 году также проведены отдельные этапы данной программы. Надо сказать, что в рамках государственного задания институтов Якутского научного центра, которые подведомлены Федеральному агентству научных организаций, они программу выполняют в рамках своего государственного задания. Я просто хочу еще один пример привести, как активно работает в этом направлении член-корреспондент Никита Говорилович Соломонов. Мы планируем выполнение программы развития и техники, и состояния здоровья человека, и социальных проблем, технологических проблем, начиная, вернее, в пределах реки Лена, и местечки Батамая, это район Ленских столбов, мы проводим уже настоящие экспедиционные работы. Я лично сам с Никитой Говориловичем вот за лето три раза был на экспедиционных работах, и получаются очень интересные результаты, которыми интересуются не только коллеги из нашей республики, но и других городов, в том числе вот Палеонтологического института, там руководитель, академик Рожнов недавно приезжал. Вопрос как раз хотели задать, то есть приезжал академик, палеонтолог, о какой-то совместной работе речь уже идет? Да, мы научную программу утвердили, надо сказать, что приглашение было оформлено благодаря Северо-Восточному федеральному университету, ректор Евгения Исаевна Михайлова лично поддерживает данный проект, и вот уникальность в том, что именно вот в этом регионе мы можем провести не только палеонтологические исследования, но и другие, в том числе технологические и технические. Вот, например, те разработки, которые мы ведем с ВИАМом, это Всероссийский институт авиационных материалов, оно как раз вот тоже увязывается в эту программу. Ну, кстати, якутская наука, если так можно говорить, она у нас востребована и с нашими географическими соседями, с Китаем, и совместный проект уже в ближайшее время должен стартовать, Якутия-Китай, по созданию центра совместного. Что за центр, какая работа будет идти? Да, мы вот начало этой работы тоже докладывали. Конечно, главным инициатором и давними партнерами данной программы являются сотрудники Института мерзлотоведения. Мы в начале года сотрудниками Института мерзлотоведения с директором Михаилом Николаевичем Железняком посетили Китайскую Народную Республику. Были в Харбине, были в городе Ланчжоу. Это один из региональных центров Академии наук Китая. И мы там, вы, может быть, удивитесь, мы там открыли международный центр по изучению холодного климата. Китайцы, китайские ученые, очень заинтересованы в наших совместных исследованиях, которые связаны именно с холодным климатом. И там тоже не только вечно мерзлые грунты их интересуют, а интересует и инфраструктура, и технологический транспорт, и техника, и здания, которые будут приспособлены при экстремальных температурах. Это все для них чрезвычайно важно. Михаил Петрович, но Якутский научный центр, как Вы уже сказали, совместно с Всероссийским научным и исследовательским институтом авиационных материалов проводил работу как раз таки по созданию сибирских климатических центров. Расскажите, в чем суть этих центров? Планируется разместить какие-то станции в Якутске, в Тикси, в Аймиконе, в Вестиахе? Это очень важная и значимая программа. Инициатором является академик Каблов Евгений Николаевич, генеральный директор ВИАМа. И у него блестящий опыт проведения уникальных климатических исследований есть база Вьетнами. Это, понятно, тропический климат, это жаркий климат, есть лабораторные установки и лаборатория, которая изучает свойства материала в этих условиях. Есть совершенно современная, отвечающая всем требованиям, испытательная лаборатория, испытательная база в городе Геленджике. Это тоже, понятно, там морской климат, это жаркий климат, и те материалы, которые работают в этих условиях, они там испытываются. И Евгений Николаевич, почему нас привлекает? Потому что у нас также уникальный климат, низкие температуры, но в то же время и летом, как вы все понимаете, достаточно жарко и высокие температуры. И вот в этих перепадах, не только годовых, но и в суточных перепадах, как ведут себя материалы, это чрезвычайно важно. И поэтому эти исследования мы продолжаем. В этом году мы изучили свойства наших образцов, которые находятся в Геленджике, Москве, Якутске и в Тикси. В условиях полигона Института космофизических исследований, это в Тикси, мы расположили наши образцы, совместные образцы ВИАМа и Якутского научного центра. Академик, вузник Вячеслав Михайлович курирует этот вопрос. И мы в скором времени эти результаты опубликуем. Мы смотрим уже на тонких структурах, как ведут себя композиционные материалы. Мы изучаем свойства композитов на уровне нанометров. И вот те частицы, которые влияют на наноуровни, это десятки до сотни нанометров, добавки, эффективные добавки дают возможность работать уже изделием из этих материалов и при тропических условиях, и при низких климатических температурах, в том числе и при криогенных температурах. Михаил Петрович, большое спасибо за действительно интересную беседу. Самое главное, конечно, стоит отметить, что реально якутская наука, она интересует не только наш край, а также, как мы уже сегодня отметили, и китайцев, я думаю, что и не только. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был председатель Якутского научного центра САРАН, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Лебедев. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня!